В 2025 году ожидается взрывной рост пенсии в России. Проиндексировать планируют пенсии аж в два раза. 1 февраля по уровню инфляции и 1 августа по уровню доходов бюджета социального фонда. Об этом президенту доложил председатель фонда Сергей Черков. А с вами на связи я, Станислав Мурулев, юрист по банкротству физических лиц. Обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Для меня это будет лучшей благодарностью за мой труд. Расходы на выплаты пенсии сформированы с учетом индексации согласно уровню действующего пенсионного законодательства. Таким образом, в 2024 году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%. Отмечу, что начиная с 2025 года индексация будет два раза в год. 1 февраля и 1 августа, сообщил Сергей Черков президенту Владимиру Путину. Не буду скрывать, время от времени ко мне соответствующие материалы поступают. Но они своего подтверждения до сих пор не нашли. Первая индексация будет по уровню инфляции, а вторая по уровню доходов бюджета социального фонда. Также ранее сообщалось, что средний размер пенсии после индексации на 7,5% для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей. Можно ли ожидать в этом случае уже в 2025 году пенсию под 25 тысяч рублей? Давайте посмотрим, что по этому поводу говорят другие министерства и ведомства. На прошлой неделе министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов сообщил, что после индексации на 7,5% в 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров может составить 23 405 рублей. Министр финансов уточнил, что в следующем году рост пенсии именно на этом уровне связан с инфляцией, то есть пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, а именно на 7,5%. По данным Минтруда и его руководителя Котякова, в следующем году на выплату пенсии пособий и социальных выплат из средств социального фонда будет направлено более 16 трлн рублей, а пенсия приблизится к отметке в 25 тысяч. А что думаете вы, будет ли пенсия в России 25 тысяч рублей? Насколько, по вашему мнению, это вообще реально? Давайте обсудим это в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok